Поехали. У нас есть вот эта короняя фраза, что вы не знаете, на вашей ноге столько украинцев. Я думаю, что я не знаю. Встретить этого человека, в принципе, в обычной жизни, подумаешь, даже такое ощущение бутловатости есть. Но когда ты этого человека видишь за любыми занятиями, за приготовлением чая, он абсолютно преображается. Ты видишь, как бережно открывает пакет с чаем или запаковывает его обратно. Разные пакеты. Видно, как у него больше любви, как он сам делал. Чай, который, скажем, купил. Красивый чай. На фабрике была управляющая фабрика. Они сейчас уже там не работают. И ее бабушка. Они живут на границе с волосом. Никаких вообще неизвестный язык. И она в какой-то момент смотрела, как мы крутили чай. Она такая, сделала вот так и хорошо. Сейчас я покажу, как надо. И все вот эти три кучки чая она загребла в одну и начала мять. Саша такой стоял на один час. Он говорит, что она вообще лишит работы. Я решила сократить наше мучение. Потому что мы такие аккуратные, как каждый возил с комочком. Для них чайник с носиком таким очень хорошим. И с тубьярком большим таким. Я езжу. И русский. Активное такое наливание воды в стакан. И очень богатые биохимические составы. Это можно добиться переливаниями фен. Но здесь она просто сама происходит. Мы однажды, когда приходили к Инсайу в гости, он был где-то в своих чайных угодьях. Мы встретила жена и поставила воду. Сейчас это было большое. 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 Продолжение следует...